Аминь! 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 Автор субтитров А.Семкин Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! 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 И вот сегодня я вижу некоторых людей, верующих, среди нас верующих тоже очень мало, потому что вот за бабушкой стоит только с вербочкой, с растущего, видите, да, как будто бы сегодня верное воскресенье. Почему? Потому что она верит в чудо, которое совершается в праздник Ведения Пресвятой Богородицы. Верба в эту ночь что делает? Распускается. И в знак того, обратно встал с вербочкой. И меня встретили два человека, которые тоже подарили мне распустившуюся вербочку. Вот видите, был бы отец Василий, глубоко вербочек, он бы не спал в 12 часов ночи, а пошел бы куда-нибудь, где у нас вербы растут, в низинах всяких, в сырых местах. Лучше всего, если есть огород, надо вербочку в огороде посадить, чтобы не бегали далеко, по лесу. Вот. И увидим бы это чудо, которое Господь дает нам. А почему? Непонятно. Объяснений нет. И чудес нет объяснений. Вот оно и является. И все. А потом просто не является. И опять ничего не делаешь. Правильно? Чудо есть чудо. Необъяснимо. И вот я всех вас поздравляю с этим чудом, чтобы вера в нас крепкая, детская вера разрастала. Как и апостолы молились, говорили Христу. Умножь в нас веру. Как нам этого не достает? И вроде в церковь ходят, а веры нет. А почему это сразу обнаруживается? Потому что человек не боится умереть. Нормальный человек, верующий, он боится умереть. Правильно? А вы скажете, вот что, Владимир сказал. Нет, напротив, я верю, не боюсь. Как это можно не бояться умереть, когда смерть противоестественна человеку? Ведь Господь нас создал в лице Адама и Евы без смерти. Да, и предупредил, что как только нарушил заповедь познания зла, смертью умрешь. А человек все сделал, не боялся смерти. И что вкусил, нарушил заповедь и приобрел смерть. А теперь, зная опыт первого оснанного человека, я вот, к примеру, боюсь смерти. И думаю, что надо бы ее бояться. Но каким страхом? Страхом светлым, светлым. Потому что всякое разлучение души и тела, это страшное умереть. Оно должно пугать какого-то живого человека. Мертвые не боятся. Мертвые срамы не имеют. Помните, кто сказал? Вот опять не знает. Читали бы историю, и знали. Мертвый срамы не имеют, сказал. Отец святого князя Владимира, как его знали? Когда он это сделал, сказал. Когда греки обложили его с десятиградным превосходством военной силы. Был выбор, сдаться в плен, бежать или сразиться и умереть. Он говорит, лучше мы умрем, потому что мертвые срамы не имеют. А если мы что, в плен сдадимся, будем срамы терпеть. А убежит, тоже стыдно станет. Поэтому с полутора тысяч человек он разбил тридцатитысячную армию наемников греческих. И что сделал? Прославился в истории. Вот что он сделал. Хотя остался язычником. Но разбил казарат. Казарский казарат. Да. История русская. Тем самым угрозу. Значит. От Руси отвел. А тут мы с вами. Давно уже погибли. И ставили какие-нибудь. Носители единобожие. Вот как наш отец. Самуит. Он тоже такой. Жидовский еще. А почему? Потому что потомок Каганата. И он это молодец. Когда ему говоришь. Точнее мы признали. Он так хочет получить признание. Как и всякие артисты. Для артиста самое главное что? Признание от толпы получило. Аплодисменты. Вот он получил признание. Теперь будет рад. Что своего добиться. А дальше-то что? Дальше-то как ты будешь собираешься спасаться? Покаянин. Ну, люди обогаются. И принять православие. Пойдем? Да хранит вас, Сергей Господин. Можем Божиим. Еще раз праздником. Так. А теперь. Молитву не прочитаем. А надо сказать, что послезавтра день памяти благоверного князя Александра Ильевского. А завтра день кончины святейшего патриарха Алексея Ридидера по номерам второго года. Он был патриархом уже постсоветского времени и стоял в ряду святых, святейших патриархов. Подобился ли святость или нет, нам не ведало. Но Господь через апостола нам что заповедовал. Поминайте наставников ваших. И мы завтра будем поминать его. И вспоминать события десятилетней давности. Десять лет прошло. А затем у нас 10 понедельник праздник Знамени Божией Матери. В Знаменском монастыре престола. Мы там будем освящать в этот день два престола в пределах. Никольский и Захария Елизавета. Исторические престолы, они восстановлены и теперь приготовлены к посвящению. Ну а дальше больше. Отец Максим в следующий воскресный день объявит вам, какие грядут у нас праздники. Декабрь месяц праздничный. Тут и Варвара, тут и Екатерина, и Святитель Николай, и Святитель Спиридон солнцеворот. Потому что от дня Святителя Спиридона солнце поворачивает куда? На лето. А зима куда поворачивает? На мороз. И у католиков в это время бывает новостивное Рождество. И они будут радоваться ложным своим праздникам. Потому что новый стиль, изобретение человеческое. И на 13 дней врет. Даже большевики на такую ложку, на что лживые большевики, да? Все изобрали. А вот свою Октябрьскую революцию праздновали почему-то. В ноябре. Почему? По старому стилю. Представляете? То есть ведь исход кто-то есть. 25-й стиль. Какое? Седьмое. 25-го октября по старому стилю произошла революция, переворот. Пришел год, годовщину праздновать. Спросили у Ленина, у которого мозги закоксовались. Как даже праздновать? Знаете, у Ленина вскрыли голову, а там вместо мозгов. Известняк. Белая масса какая-то. Да, вовсе не. Да. И вот, значит, у него спросили, как быть-то, когда праздновался. 365 дней не прошло? Не прошло. Значит, нужно считать. И что? В соответствии с исторической правдой праздновать Октябрьскую революцию. Вот что начертал Господь. Так праздновали. И до сих пор дураки. Большевики так и празднуют. Это свой переворот. Хотя уже давно-давно облажались и облашались. И все пропухали. Не говоря уже грубые слова. Все свои завоевания Октября. Так вот, значит, для них и то важна была, что историческая правда. А Оккальвипача мы, служители правды Божьей, должны праздновать почему-то Рождество на две недели раньше. Как это делают? Совершенно безмозглые католики и новостильники всех мастеров. Поэтому мы с ними... Эй, девочки, куда пошли? А ну, вы сюда. Ко кресту все быстренько. Бегом, бегом, я вам сказал. Вот, подходили прямо без очереди. Как они там? Корму, мы с ним пошли. И секты после литургии, не приложившихся к кресту. Но только не верующие люди. Вы же верующие. Подходите. Так вот, вы поняли, что такое новостильное Рождество? Не будем его праздывать вместе. Пусть Самуил празднует. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Стой, Богости! Обеды вообще не надо. Слава тебе, Боже! Спасибо. 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 Прошу прощения. Конечно, Господи. Ну что, все, пойдем, уверен. Скоро будет или выйдет? Наверное. По всех сторон теперь храм. Смотри, как это сделали сюда. Здесь, наверное, наваленные солды были в покрове. Сейчас ровно стоят. А там семинария-то семинария у них тут горело. Общежитие не поправили. Видишь, как они сделали? Да. Спасибо. Спасибо. Сиди, видишь, как он? Господь Вседержитель. Он где все? Ребенок спросил, а где? Говорит, эти все. Вседержитель. Действительно, а где все в воскресный день, если вы не в храме? Это не анекдот какой-то. Это действительно так. Ну все. Пойдем? Пойдем? Слава Богу. Пойдем? 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 Пойдем. Пойдем в? Пойдем седе.